Ира, я вот знаю, что ты занимаешься спортом. Я вот хочу убрать пару лишних килограммов. Подскажешь как? Я знаю, кто тебе подскажет, и я уверена, что прямо сейчас нам и стоит туда направиться. У нас в студии в гостях сегодня тренер проекта Акулия Сушка Владислав Кравченко. Доброе утро. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Как началось оно? Наверняка со спорта. Дайте угадать. Ну, с зарядки, да. Зарядки. Зарядки? А вот что вы делали? Приседали, отжимались. Какую зарядку вы делали? Самое простое, это то, что учили, можно сказать, в школе, разминка, там, шейного отдела. Все простое. А на шпагаты садитесь? Или это не входит в зарядку? Это не мой, я так не умею. Не ваш профиль, да? Да, это мой профиль. Хорошо, давайте сразу же перейдем к проекту. Губия Сушка, что это за проект? Давайте расскажем нашим телезрителям. Ну, это фитнес-проект, в котором люди с лишним весом худеют за деньги. Ничего себе. А лишний вес это сколько? 5, 10, 20? А тут уже, ну, отобраны разные люди с разным весом, поэтому ростовые категории тоже влияют. Поэтому кто-то весит 150 килограмм у нас пришел с лишним весом, кто-то 80, а кто-то 70. Вот. А призовый фонд за деньги это за сколько? Ну, вот главный приз, это человек, который скинет максимальное количество килограмм, это 50 тысяч рублей. Также еще есть второе-третье место, которые будут награждены тоже призами. А сейчас вот есть статистика, сколько уже жира утекло, если ты так можно сказать? Или столько ночейный этап. Да, проект уже, в принципе, прошел экватор, уже 4 недели прошло. Вот. В принципе, все участники, всего участников 12 в проекте, которые участвуют, уже, ну, у всех есть результаты. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Пока что некоторые тренера скрывают количество килограмм, которые скинули. Все будет известно в конце уже. А вот как участники настроены? То есть они все прям вот выполняют или есть какие-то сложности, вот разные нюансы бывают? Конечно, большинство людей, которые пришли на проект, пришли за результатом туда, в первую очередь, ну, не за деньгами даже, а за результатом. Вот. Кому-то тяжело, кто-то настроен прям серьезно и пашет прям каждый день, приходит. Ну, это я про своих говорю. А вот сколько, я могу, да, на ты, сколько вот у тебя твоих подопечных, так сказать? Всего 2 человека, ну, всего 6 тренеров в проекте, каждому тренеру по 2 человека, да. 2 человека, ты гоняешь, да, наверное? Мальчик и девочка вот у меня в проекте. Один вот весит, пришел с весом 147 килограмм, и девочка 63 килограмма. 63? А зачем же ей хуже? А у меня маленького роста, вес тоже лишний есть. То есть вы взяли ее в проект, да, независимо от того, что... Ей, в принципе, скидывать, ну, 12 килограмм, это было бы очень хорошо. Вот как здесь разница понять, да, вот человек пришел, у него 150 килограмм, у него девочка 63. Как, кто больше, у него же изначально больше веса, он же и так... В конце будем подсчитывать также в процентном соотношении, кто больше скинул. То есть если он там 15-20 килограмм скинул, а она 10, то, скорее всего, выиграет все равно девочка, потому что ее соотношение веса изначально было меньше. Но все равно... Все продумано. Но главный приз все равно получит, который больше всех килограмм скинул, независимо от соотношения веса. А вот что в программу входит, там, тренировки, может быть, какие-то еще семинары, рассказывайте, вот что-то. Вот что вот в этом проекте, помимо тренировок... Помимо тренировок у нас также есть выездные съемки, на которых происходит самое интересное, я так считаю. Там происходят тренировки более в игровой форме. Вот, допустим, на этой неделе мы ездили в Алушту два раза в неделю. Там проходили, ну, различные игровые формы тренировок. Там плавание, там, лазертак даже был. Плавание? А не холодно еще плавать-то? Ну вот во вторник было еще тепло. Наша погода уже чуть похолодала к концу недели. Как сами участники настроены? Вот чувствуется, что боевой настрой и будут сражаться до последнего? Да, но происходят даже небольшие конфликты среди участников, потому что все хотят выиграть, грубо говоря. То есть они-то такого, да, что все живут на одной территории. Все дома просто приходят на тренировки, то есть в таком режиме. А вот хорошо, если команды, даже соревновательный дух между участниками есть, а вот между тренерами тоже есть, наверное, да, чтобы его... Конечно, конечно есть. Потому что, допустим, у нас были в Гагаринском парке гонки на катамаранах. То есть каждый тренер все равно хотел, чтобы его команда победила. Ну и были реально зарубы такие, что... Ну и даже конфликты тоже небольшие, чтобы его команда победила. А вот будут как-то награждать, выбирать и тренера, чей участник выиграл? Ну, это я еще точно не знаю. Наверное. Было бы тоже хорошо, да? Наверное, да? Было бы немного, да. Когда же этот проект можно по телевизору-то увидеть? Зрители наши уже много слышали об этом? Уже вышла вторая серия. Каждую субботу в 10-15 выходит новая серия. Уже вторая была. И вот самый главный вопрос. Можно победить, если втянуть живот? Как-то вот можно обмануть жюри, обмануть всю эту процедуру? Только внешне обманите, но все равно результат будет на весах. Если все расскажешь, понимаешь? Залтурить не получится, не у вас. Да. Но у нас, к сожалению, время подходит к концу. Хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям. Возможно, заинтересовали их посмотреть ваш проект. Я бы хотел сказать, что каждый человек, который с лишним весом и хочет похудеть, обязан посмотреть этот проект, потому что там собраны люди разного калибра. И каждый человек показывает результат, независимо от их возможностей. Поэтому все, кто хочет похудеть, обязательно смотрите наш проект «Акулья Сушка». Спасибо большое. А мы напоминаем, что в студии был Владислав Кравченко, тренер проекта «Акулья Сушка». «Акулья Сушка», «Акулья Сушка».